Дамба на 7 ветрах, защита города от затоплений. Хоть вода и ушла, но следы от прошедших ливней все равно остались. Затруднен проезд к гаражному кооперативу. На месте работает мотопомпа. На дамбе 7 витров идет перекачка воды из затопленных территорий. Работает с трудом ТМТС и местного водоканала. Работает на суток, который работает на полную мощность и выкачивает 800 кубических метров воды. И перегоняет их через дамбу. Еще одна единица техники дежурит около парка Зеленый остров. Спасатели наблюдают за уровнем воды, чтобы в случае чего начать эвакуацию жителей. А путепровод между Тургеневой и Садовой работает в штатном режиме. Проезд для большегрузов немного подтоплен, но не является преградой для проезда транспорта. Был проведен комплекс мероприятий, который достиг положительных результатов. Но в связи с тем, что река наша раздольная постоянно поднимается, она воздействует на малые реки, происходит подъем малых рек. И у нас, как вы видите, уже происходит подтопление придомовых участков вдоль всей реки Раковка. И с возможностью перспективы даже из-за отопления домов. Также в штатном режиме работают Пушкинский и Чечеринский мост. В центральной части города затруднений движения нет. Также улучшилась ситуация в районе Восхода, Слободы и Пивзавода. Прямо сейчас мы находимся в районе Пивзавода, который изрядно потопило в эти выходные. Больше удар на себя приняли дачные и судовые участки жителей микрорайона. Но сейчас, как мы видим, ситуация нормализовалась и большая часть воды ушла. В Уссурийске открыли пункт временного размещения граждан на Блюхера 36. Отметим, что в минувшие выходные в округе выпало 130 миллиметров осадков, что составляет полторы месячной нормы. Владислав Нам, Игорь Антонов, Николай Ларченко, Телемикс. Продолжение следует...